Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Реберок обещал из-за того, что мы не купили сладкую вазу. Добрый день, мне 28 лет, я с двоюродной сестрой, вела младшую 6-летнюю сестру с собой на прогулку, живем в маленьком городе. Лучше гулять, она спокойно играла, купили ей мороженое и фреш, а тут она закладела еще и сладкую вату. Я сказала, что это слишком много, она обиделась и отожла от нас вперед, я ее видела, а потом в один момент она пропала, я отыскала все, у меня была такая паника. Уже собиралась ее родителям звонить, потом пошла к дому, вижу, она дома, а ее мать дядя не позвонила, узнать, почему ее ребенок один пришел домой. Немножко здесь все, как-то с Путиным у вас звучит, да, то есть, я ее видел, а потом в один момент она пропала, то есть, ну, как-то так странно происходит, да. Ну, люди не пропадают просто так, да. То есть, она отошла от нас вперед, вам, ну, наверное, ну, нужно было ее окрикнуть, если вы сомневаетесь в том, что 6-летний ребенок может быть один. Опять же, не очень, не очень понятно, как далеко вы отошли от дома. Теперь она мне говорит, что я виноват. Кто она? Надо было ее за руку держать. Ну, да, мама всегда будет винить кого угодно, кроме своего ребенка, естественно. А вот задать вопрос, почему ребенок обиделся, что ей не купили сладкую вату, и что она, обижаясь, ушла и, по сути, убежала, отомстив вам таким образом. Ну, этот вопрос, я так понимаю, останется без ответа. Хотя он важный, он очень важный. Я просто не ожидал, что можно избежать от взрослого просто из-за того, что ей не купили вату. Ну, это слабое объяснение, это слабое оправдание, это вообще не оправдание, я бы сказал. То есть, вы как-будто сами не верите в то, что говорите. Меня выставили виноватой, ребенка образу. Ну, в принципе, как исследовал организация. Вот именно поэтому ребенок и капризничает, что его образу. То есть, ему не позволяют почувствовать свою ответственность. Как поступить? Как поступить, чтобы что? Стоит ли пытаться что-то объяснять маме ребенку? Ну, свою позицию обозначить, наверное, стоит. Если вы считаете, что в чем-то вы поступили неправильно, если вы считаете, что вот действительно в чем-то вы виноваты, если у вас есть такое ощущение, то донесите эту позицию и извините перед нами. Но не нужно брать всю ответственность на себя, потому что все ответственности за ситуацию вы не несете в любом случае. Есть еще ребенок, который несет ответственность. Есть еще родители ребенка, обращением которых является сам ребенок. Поэтому нет. Опять же, очень многое зависит от того, как много вы общаетесь с другом. То есть, если много, если вы друг друга хорошо знаете, то вам будет легче объяснить. Маме позицию. Если общаетесь не часто и не близко и не хорошо знаете друг друга, объяснить будет легче, тяжелее. Вот. Так именно вот понимание добиться будет. Да, это скорее всего вас дискредитируют в глазах мамы, ребенка. Вопрос в том, насколько для вас это лад. Дальше. Вы говорите, не хочу конфликта, но он уже есть. А почему вы не хотите конфликта? Вы боитесь с конфликтом? Или что? Почему вы не хотите конфликта? Вот именно не хотите конфликта. Почему? То есть, страх конфликта – это неуверенность в себе, может быть, это что-то еще. Вот. В целом, я бы, конечно, обратил внимание на вашу уверенность в себе, на страхе и на личные границы. Потому что, да, и на пределы личной ответственности, потому что вот с этим у вас беда, как мне кажется. То есть, вам 28 лет, вы взрослый человек, вот, и тут вот вы ведете себя как очень неуверенная в себе женщина. Вот. И да, я понимаю, что это не очень приятно, что ребенок ушел, но, извините, 6 лет – это не 3 года. И в 6 лет ребенок уже умеет разговаривать. Разговаривать в 6 лет ребенок уже может, как бы, ну, достаточно адекватно оценивать ситуацию и понимает, что опасно, что нет. Ну, вероятно, что там спадет в беду минимально. Особенно, если вы недалеко отошли от дома. Так что, я думаю, что здесь ваши некоторые проблемы дают о себе знать. Ну, например, мне показалось, я вот не скрою, что ваши вопросы я прочитал давно, вот, но ответить могу на него только сейчас. Так вот, я, когда прочитал ваши вопросы, мне показалось, что вы слишком под слишком привязаны к своей семье. Вот, у меня прям возникло такое ощущение, я ничем и ничем абсолютно не могу это аргументировать, аргументировать, вот. Но у меня возникло ощущение, что вы вот прям привязаны к своей семье. То есть, вот, семья для вас важна ваша семья, что мнение о вашей семье, о вас очень важно. Ну, так тут вот сказать вопрос, а у вас своя семья есть, у вас мужчина есть, вы замужем? И тогда, почему для вас это не является более важным? Если нет, то есть, может быть, вот, то есть, если 28 лет у вас нет отношений, да, то есть, ну, то, может быть, здесь есть проблема. То есть, я могу предположить, что вы заняты карьерой, могу предположить, что вы заняты развитием своими, могу предположить, что вы недавно расстались с мужчиной и прочее. Я могу это все предположить, например, да, но все это нужно выяснять. Такая вот история. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Редактор субпитров Н.Алект Н.Алектива Корректор А.Кулакова